Афганские талибы, насильно захватившие власть в стране в августе прошлого года, накануне выпустили из заключения двух американцев. Официальные лица США так прокомментировали это освобождение американских граждан. Как мы понимаем, это был жест доброй воли со стороны талибов. Это не было частью какого-либо обмена заключенными или задержанными. Не было никакой передачи денег. Мы это понимаем. Или, по крайней мере, талибы назвали это жестом доброй воли. Сейчас двое американцев находятся в Катаре. Нед Прайс отказался назвать их имена, сославшись на право частной жизни. Однако, издание Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе сообщает, что одним из освобожденных является Айвар Ширер. Журналист и кинорежиссер, задержанный летом во время съемок в районе Кабула, где лидер Аль-Каиды Айман Аль-Завахири был убит ударом американского дрона. Освобождение заключенных произошло в тот же день, когда талибы объявили новый закон. Шариатский указ талибского руководства о запрете обучения девушек в вузах по всему Афганистану. В Кабуле и других крупных афганских городах женщины протестовали у зданий университета. В Джалалабаде, городе на востоке Афганистана, к протесту девушек присоединились мужчины. Митингующие требуют отмены дискриминационного решения талибана. В очередной раз женщинам запретили получать высшее образование, но мы не хотим, чтобы нас списывали со счетов. Это позор, когда международное сообщество, ООН и правозащитники выбирают молчание. Еще в марте, в день начала учебного года в Афганистане, талибы заявили, что занятия для всех девочек старше шестого класса отложены на неопределенный срок. А в ноябре был принят ряд указов, запрещающих женщинам пользоваться отдельными общественными банями, спортзалами, парками отдыха и путешествовать на большие расстояния без сопровождения родственника мужчины. Более того, теперь женщины, находясь на улице, должны всегда носить чадру, сетку. Полностью закрывающее лицо и тело. А хиджаб? Платок разрешен только внутри дома. ООН выступила с критикой жесткого подавления прав и свобод женщин и девочек со стороны талибана и призвала лидеров талибов вновь открыть школы и предоставить женщинам их право на публичное пространство. Что это такое? Очевидно, это еще одно нарушенное обещание талибов. С момента их прихода к власти, а также в последние месяцы мы наблюдаем сокращение пространства для женщин не только в сфере образования, но и в доступе к общественным местам, их исключение из публичных дебатов. Эти шаги вызывают тревогу. Некоторые наблюдатели полагают, что подобные действия талибана наносят ущерб усилиям менее радикальных талибов, стремящихся добиться признания со стороны потенциальных международных доноров на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса. Санжар Хамидов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.